Добрый день, Надежда Павловна! Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады вас видеть. Сегодня мы пригласили всех наших друзей на встречу с необычайно талантливым человеком, писателем-краеведом, исследователем, литературоведом, прозаиком, членом Союза писателей России, заведующей Музеем Саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой, организатором нескольких славянских ходов и экспедиций по городам России, участницей Балашовских, Масловских и Рубцовских чтений Надеждой Большаковой и нашим большим другом. На мой взгляд, Надежда Большакова представляет собой редкий архетип писателя, совестливого, обладающего необычайно живым умом, помноженным на невероятные проницательность и наблюдательность и стремлением разготать закоулки людских душ. Их основная глубинная суть – это внутреннее, духовное самосовершенствование и преображение. А творчество Надежды Павловны – это кладезь местного национального колорита, поэтому общаться с Надеждой Павловной можно до плюс бесконечности, но поскольку наша встреча сегодня проходит в онлайн-формате, мы ограничены во времени, поэтому мне бы хотелось, чтобы Надежда Павловна сегодня представила нам свой сайт, который вышел в свет в конце 2020 года. Правильно я говорю, Надежда Павловна? Ну да. Сайт необычайно интересный. И вот, Надежда Павловна, я бы хотела спросить прежде всего про ваше очень красивое и содержательное название «Писать, как дышать. Пространство любви. Надежда Большакова». Да, мне многие мои читатели говорили, что ты пишешь, как дышишь. И сначала я думала, ну, значит, я, наверное, так легко пишу, в смысле, не глубоко. Я думала немножко по-другому. А когда я узнала суть этой фразы, вот глубиной этой фразы, я порадовалась тому, что, значит, людям нравится то, как я пишу. Вот. И еще я поняла, что ведь когда человек дышит, он живет. Без воздуха мы не можем жить. Значит, мое слово «живое». И мне было это приятно. И когда я стала создавать сайт, я была сначала на бесплатном курсе по созданию сайта Аделя Гадельшина, который говорил, что надо обязательно выбрать, о чем у вас будет сайт. Ну, естественно, мне ни о чем не надо было думать. Мне нужно, чтобы сайт был, ну, более литературный. Никакой не коммерческий, не по продаже, не магазин сайта. Именно литературный. И когда нужно было придумать название, то вот кроме этого ничего и не шло. Писать, как дышать. Второе название – это требование сайта. Должно быть второе название. Вот. Я тоже о нем думала долго. И я поняла, что надо его назвать пространством любви Надежды Большаковой. Почему пространство любви? Потому что в детстве, я считаю, мне бабушка моя создала пространство любви, которым я вот окружена до сих пор. Вот это идет из детства, из ее любви ко мне, из любви родителей. И поэтому я считаю, что все, кто... Вот эти слова пространства любви, они как защита, как вот что-то магия какая-то. И все те, которые заходят на мой сайт, они как бы подпадают под эту магию и находятся в этом пространстве. Вот поэтому такое название. Скажите, пожалуйста, как вам пришла идея и когда вот выходить уже на новые рельсы, общение, да, со своим читателем и открыть, вот создать сайт? Ну, вообще, это было очень давно, лет 15, если не больше. Ко мне же часто туристы приезжают в музей. И вот приехали однажды туристы-москвичи, они посмотрели, говорят, а где нам почитать? А об октябрине, о писателях самских, я говорю, нигде. Потому что тогда же вообще не было. И у меня вообще даже не было своего еще и компьютера-то не было. Ну, вот они говорят, слушай, а давай мы тебе создадим сайт. Я говорю, ну, давайте. Что для этого надо? Они говорят, ну, присылай нам об октябрине, там, что захочешь, короче. Присылай, и мы будем ставить на этот сайт. Ну, я что-то присылала. Присылала, но он такой был бедненький. Очень трудно общаться на расстоянии. Потом мой друг мне создавал дважды, в Мурманске тоже дважды создавал сайт. И опять же, это нужно следить, это нужно туда выставлять. Я не понимала механизм вот этого, что нужно постоянно туда что-то выкладывать. Мне казалось, вот выложил, и все, и сайт готов. На самом деле это все не так. И вот когда я обнаружила курсы бесплатные, я решила пойти, узнать этот механизм. Это были трудные пять дней. Нужно было создать сайт за эти пять дней. Он не давал продыху, нужно было работать. И на эти курсы к нему человек 600. И тут же отсеивались, где-то до 200, наверное, осталось. Марафон такой был. Но я выдержала его. Потом вот он предложил пойти на продвинутые курсы. Надо было заплатить. Я заплатила, и я стала учиться. Но вот до сих пор не прошла их до конца, потому что у меня вот перерыв был. Много работы было, и мне пришлось отложить его. Там осталось немного. Дизайн сайта, продвижение его в интернете. Там нужно было и контакт, и фэсбук, и одноклассники. То есть вот это все-все-все, инстаграм. Я никуда не входила. Мне пришлось во все это влезть. Потом, значит, работа с контентом, с материалами сайта. Потом для меня был шок, когда я узнала, что нужно все свои статьи проверять на уникальность. Я вообще не знаю, что я пишу. Причем здесь уникальность? Вот сначала я в первый день была, конечно, шокирована и расстроена. А потом я так сказала, так, остановись, давай подумаем, давай посмотрим. И когда я стала смотреть, какие там ошибки есть, оказалось, что он мне исправляет закавыченные какие-то я привожу слова кого-то в кавычках. И почему-то какие-то вот даже стихи он мне стал выкидывать, что вот это не уникальные. Ну, так я не могу без них. Но как-то вот стала смотреть, как это сделать. Вот это и помогло в том плане, что я какие-то статисты, и я даже стала исправлять, делала их лучше, конкретнее. Поэтому теперь я в восторге от этого. У меня уже был канал на Ютубе. Опять же, не я создавала его, я просто туда закидываю. А здесь нужно было на сайт выставлять. Мне пришлось самой учиться, как сделать этот Ютуб, как туда выставлять фильмы какие-то, и потом оттуда брать на сайт. Самая тесная связь у меня с контактом. В контакт я выхожу каждый день, выставляю очень много, и я популяризирую свой сайт через контакт. Я предлагаю в контакте посмотреть какие-то мои материалы. Чтобы не повторяться, предлагаю. И люди, заходя в мой контакт, они заходят и на сайт. И еще я поняла, что контакт – это как семья. Ну, вот все мои друзья приходят, а сайт – это улица. Это вот вышел, погулял, себя показал, из другого государства к тебе зашли. Я лично для себя вот определила, что контакт – это более тесный круг знакомства, а сайт – это уже, так сказать, на всю катушку. Понятно. Следующий вопрос, который возникает. Накоплено очень много материала. Этот материал нужно было как-то представить на сайте в рубриках. Рубрики как-то нужно было назвать, структуру каждой рубрики составить. Это такой огромный, сложный труд. Вот как вы это преодолели? Ты же сходишь из того материала, который ты пишешь, и о чем ты пишешь. Для меня еще очень важно было, чтобы на моем сайте было творчество моих друзей. Это я себе поставила однозначно, потому что у них сайтов нету, и выставлять им некуда. Они присылают мне это все. И это у меня в архивах накапливается, и нужно было сделать. Поэтому у меня, собственно, такая самая большая рубрика – это творчество моих друзей. Где там есть рассказы кого-то, фотовыставки, галереи, есть фильмы какие-то. Кстати, очень ко многим своим статьям я ставлю свои видеоматериалы. Я пришла к выводу, что лучше всего ставить свои фотографии. Сначала-то нас учили, нам показали, где можно брать фотографии без авторства. А потом я пришла к выводу, что у меня есть архив, то лучше я буду ставить свои. Рубрика писательства. Туда входит и вкус жизни, и Сенин, и классика, и писать как дышать, и православить, и сказки автора, которые еще на три делятся. Вот, естественно, Саамы. Я не могла обойти эту часть. В них и Рот, и Ревда, и музей самской литературы, самская литература, самский язык. Кстати, самский язык у меня еще ни одной статьи нет. Это не от того, что у меня их нет. Они у меня есть. Но времени отработать для сайта, то, что я писала, буду ставить большая рубрика, это увлечение. Сюда я поставила музеи страны, путешествия. Я взяла вот четыре основных. Есть у меня книги, у меня еще есть о сайте. Выйдет карта сайта, и все на сегодняшний день, 158 моих работ, они все будут показаны, и можно выбрать на любую, нажимать и входить. Можно войти, подписаться на любой YouTube. У меня их два. На сайт можно тоже подписаться. Им просто приходит уведомление, что вот вышла такая статья новая у Большаковой, и они уже спокойно, когда вышла, они заглядывают. Скажите, пожалуйста, а какие-то новые рубрики еще в дальнейшем могут появиться? Конечно, могут появиться. Могут появиться или подрубрики. Могут в этих рубриках появиться, подрубрики. Там же может быть рубрика, подрубрика и подподрубрика. Ну, посмотрим. Я думаю, что в процессе это работают, а с сайтом не так долго. Полгода, может быть, даже если наберется этих полгода. В конце октября или в ноябре я стала заниматься, так даже и полгода нет. Нужно еще написать электронную книгу. Этот курс, он рассчитан на год. То есть до октября месяца я спокойно могу работать. То есть с каждым днем совершенствуйтесь и совершенствуйтесь. Дай Бог, это идет совершенство. Мне нужно, чтобы люди заходили для души своей, что-то брали. Надежда Павловна, сколько часов в день вы работаете? Ну, если я встала, вот как сегодня, я сегодня села где-то девять и где-то до двух, до трех ночи на поесть в туалетке. И к мамочке, если сходить, вот и все. Все, практически весь день. Ясно. Ну, двенадцать, может, часов, бывает больше, бывает шестнадцать часов, бывает. Бывает, сплю четыре, бывает пять часов, бывает шесть часов. Вот как-то вот сегодня, вчера легла я в полтретьего, вернее, сегодня уже легла в полтретьего ночи, а встала восемь с чем-то. Ну, вот сколько поспала, все мое время. Так что это нормально. У меня, когда полярная ночь, трудно спиться. Тогда четыре, шесть часов, это выше крыши. Тогда я трудно засыпаю. Я и в пять, и в семь часов ложусь утра, там до десяти прикорнешь где-нибудь и поспишь. Работать тебе сполна. Да, мы уже вот все свои вопросы, которые основные я подготовила, я задала. Спасибо вам большое, Надежда Павловна. Очередной раз вот, ну, прямо отдушина с вами пообщаться. Я очень рада, Лида. Я люблю вашу библиотеку, неожиданной любовью, да. Нет, на самом деле, вот от вас исходит тепло, от вас радушие исходит и душевное. И я тебе ни в чем никогда не отказываюсь с удовольствием. Общаюсь и буду общаться. Дай бог, чтобы так было всегда. Спасибо вам великое за то, что немножечко так по мошке дали. Давай, давай, работай. Ну, я хочу сказать, что у нас предстоит в этом году еще встреча вживую. В октябре месяце нашей библиотеке исполняется 20 лет. Мы будем праздновать юбилей небольшой. И вот встреча с вами, с нашим любимым автором, это мы запланировали как подарок читателям нашей библиотеки и жителям нашего города. Книги ваши читаются, спрашиваются, поэтому очень рады будем вас видеть в нашей библиотеке осенью. Спасибо, родной. Здоровья вам, творческих успехов. Спасибо большое за подаренное общение нам сегодня. Спасибо, я вам тоже спасибо. Всего доброго, до новых встреч. Спасибо. Спасибо.